Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Первая проповедь этой серии будет называться «Бог учредил божественный календарь». Вместо того, чтобы приступить сразу к пророческому и практическому применению великих еврейских праздников, нам важно понять, в какое время мы живем с еврейской точки зрения. Еврейский год, еврейский месяц, еврейская неделя, еврейский день. Нашим основным источником будет служить Библия, но мы будем использовать еще пять источников. Это Тора, первые пять книг Библии, написанные Моисеем. Невиим — книга библейских пророков. Котовим — это книги помимо пророческих, как книга Экклесиаста, Песни, Песни и другие. Мы будем использовать смешну, что в переводе значит «повторение». Мишна — это то, что считается устной традицией, преданиями. Слова Моисея, которые не попали в Тору. Они передавались от Моисея к Иисусу Новину и старейшинам, от них их сыновья. Чтобы эти слова не затерялись в историях, решили все-таки записать. Отсюда мы имеем устные предания в книге Мишна. И также мы будем использовать иудейские талмуды. Есть и иерусалимские, и вавилонские талмуды. В них речь идет в основном о церемониальных иудейских законах. В него входит и Мишна, и Гамора. Не стану мучить вас деталями. Просто хочу подчеркнуть, что мы будем использовать не только библейские источники, но и раввинские книги, чтобы получить полную картину иудейских праздников. Христиане зачастую думают, что они знают об этой теме все, что нужно. Но за 41 год моего служения, в ходе исследований, я натолкнулся на много вещей, о которых раньше не знал. Я хочу поделиться этим с вами. Говоря о праздниках Израиля, мы будем смотреть три основные главы об этом в Библии. 12 глава Исход. Это глава о Пасхе. В 23 главе книги Левит подробно говорится о праздниках. И также в 16 главе второзакония. Поэтому мы будем смотреть отрывки Писания в основном из этих трех глав. Всего в пяти книгах Моисея перечислено семь иудейских праздников. Мы будем называть еврейское название праздника и наше название, и также дату в еврейском календаре и в нашем. Итак, Пасха или Песах. Это 14-й день первого месяца в религиозном календаре. Кто обычно? Выпадает на март или апрель. Сразу за ним идет праздник опресноков Хак Хаматса. 15-й день первого месяца. Праздник обычно длится неделю. Многие люди думают, что праздник опресноков длится всего один день. На самом деле этот праздник длится 7 дней и выпадает на март или апрель по нашему григорианскому календарю. Сразу за ним идет праздник первых плодов Биккурим. Он тоже приходится на первый месяц, начинается в субботу после праздника опресноков. У нас это также апрель или март. Мы подходим к Пятидесятнице или ноябрите Шивот через 50 дней после праздника первых плодов. Сам праздник происходит в 50-й день. Английское слово Пентакост взято из греческого языка. Настоящее название должно быть «праздник недель», но людям более знакомо слово «пятидесятница». Мы подошли к осенним месяцам. Вот еще три праздника в еврейском календаре. Праздник Труп, Ям Труа, первый день седьмого месяца. Обычно это сентябрь или октябрь. День искупления, Ям Кипор, это десятый день седьмого месяца. Праздник длится один день и также приходится на сентябрь, октябрь в нашем календаре. И последний седьмой праздник, праздник Кущий, Сухот. Это пятнадцатый день седьмого месяца. Они празднуют его целую неделю. Праздник также выпадает на сентябрь, октябрь в нашем календаре. Итак, это семь основных иудейских праздников. Эти праздники учреждены Богом. Прежде чем понять праздники, мы должны понять время и как Бог смотрит на него. Для этого мы должны обратиться к первой главе книги Бытия. Я хочу сказать вам кое-что важное. Будьте внимательны. Без света не может быть времени. Посчитать время без света невозможно. Вначале сотворил Бог небо и землю. Когда это было? Мы не знаем. Многие говорят, что это было шесть тысяч лет тому назад. Я лично верю, что это могло быть и четыре миллиона лет назад. Вначале он сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да, будет свет. Зачем Богу нужен был свет? Он говорит, и был вечер, и было утро, день первый. Если мы продолжим читать первую главу Бытия, там говорится, что солнце, луну и звезды Бог создал в четвертый день. То есть свет, созданный в первый день, это не те источники света, которые созданы в четвертый день. В четвертый день были созданы небесные светила, солнце, луна и звезды. В первый день создан странный, сверхъестественный свет. Этот свет должен был быть сотворен, прежде чем что-то будет названо днем. Потому что нельзя посчитать время, если не существует светом. Я приведу вам пример. Если все было бы сплошной тьмой, и не светила бы луна и звезды, то мы не смогли бы определить, сколько сейчас времени. Когда изобрели солнечные часы, они определяли время по повороту солнца и тени на Земле. Так они могли понять, сколько прошло часов. Но попробуйте найти тень там, где нет света. Это невозможно. То есть, отсчет времени начался с момента появления света. И Бог смог назвать первый день днем, потому что появился сверхъестественный свет. Если копнуть глубже, то мы увидим много интересного. Мы знаем, что в сутках 24 часа. Потому что за это время Земля делает поворот вокруг своей оси. Однако в Евангелии от Иоанна 11 главе Иисус сказал, не 12 ли часов во дне? Евреи считали днем отрезок времени с 6 утра до 6 вечера. Это было их рабочее время. Они ложились спать после 6 вечера, потому что не было ни радио, ни телевидения, ни интернета. Комнату освещали небольшие масляные лампы. Давайте вернемся в первую главу Бытия и поговорим о времени. Вы замечали, что в Бытии написано о том, что Бог назвал одни светила большими, другие меньшими. Бог создал светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью. Я скажу вам то, о чем вы никогда не слышали. А вы знали, что слово Солнце упоминается впервые в 15 главе Бытия, в 12 стихе, а слово Луна впервые употребляется в 37 главе Бытия, в 9 стихе. До этого Луна называлась меньшим светилом. Большое светило стало называться Солнцем уже в 15 главе Бытия. То есть в начале времен были светило большее и светило меньшее. Так учредил Бог. Я нахожу это очень интересным. В Бытии небесные светила связаны с народом Израиля. Иосиф видит сон в 37 главе. Солнце, Луна и звезды поклоняются ему. Отец говорит ему, что это за сон ты видел? Неужели я, это Солнце, и твоя мать, Луна, и твои братья, 11 звезд. Придем поклониться тебе? В Откровении 12 главе мы видим жену, которая обличена в Солнце. Под ногами ее Луна, и на голове ее венец, и с 12 звезд. 12 звезд представляют собой 12 сыновей Иакова. Солнце и Луна — отец и мать израильского народа. Интересно, что Бог поместил в небе светило. Они представляют собой весь израильский народ и его историю. Можно копнуть глубже, но я не стану этого делать. Но осознаете ли вы, дорогие друзья, что колена Израиля имеют эмблемы, которые очень похожи на небесные созвездия? Эмблема колена Иудина — лев. И все мы знаем, что существует созвездие льва. Есть созвездие Дзевы. И у одного из колен Израиля именно такая эмблема. Также есть созвездие весов, и оно очень похоже на эмблему одного из колен Израиля. Что произошло? Но пришел враг и извратил всю систему с помощью вавилонской и египетской мифологии и астрологии. Враг извратил задумку Бога о том, что созвездия могут рассказать историю Мессии, и что небеса могут рассказать историю Израиля. Я вам это докажу. Год начинается в созвездии Дзевы и заканчивается созвездием Льва. История Мессии начинается с того, что Дзева родила сына и заканчивается тем, что он лев из колена Иудина в небесах. Это важно понимать. Итак, что же Библия говорит нам по этому поводу? Мы рассмотрим значение слов на иврите. Слово «знамение» — это знак или предзнаменование. Вот что это такое. Бог сказал, «Да будут светило на Тверде Небесной для отделения дня от ночи». Слово «времен» стоит во множественном числе. Оно означает установленные времена или праздники. Имеются в виду праздники Израиля, иудейские праздники. Хорошо, давайте смотреть. Бытие, первую главу, 14 стих. «Да будут светило на Тверде Небесной для отделения дня от ночи и для знамени, времен, дней и годов». Обратите внимание, для знамений, времен, дней и годов. Продолжаем рассматривать эти слова. Слово «день» — это известное нам слово «ем». Это 24 часа, или мы можем поделить их на два промежутка по 12 часов. От рассвета до заката, и от заката до рассвета. Итак, время от одного заката до другого — это день. Слово «годы» на еврите «этошанне» означает «полный круг времен». Древние люди использовали светило небесное для часов и календаря. Это особенно характерно для ранней истории Израиля. Давайте поговорим о Божьем космическом разделении времени. Эта проповедь мне кажется сложной, но если вы поймете, что я хочу вам донести, и сложите все элементы пазла, то вы поймете, что Бог использовал и использует небесные знамения — солнце, луну и звезды, чтобы указать нам на признаки последних дней. Он делал это и в ранней истории Израиля. Итак, как действует космическое время? Мы имеем Землю, луну, солнце и звезды. Слушайте меня внимательно. Земля определяет день в сутках 24 часа, 12 с утра до вечера и 12 с ночи до утра с еврейской точки зрения. А если взять луну, то она определяет месячный цикл. 29 с половиной дней — это полный лунный цикл из полной тьмы до полнолуния. И потом снова полная тьма. И затем солнце. Солнце определяет годовой цикл. 365 с половиной дней — это полный солнечный год. Затем звезды в небе. Именно звезды определяют времена года. Это важно. Мы уже смотрели с вами место, где солнце, луна и звезды во сне поклонились Иосифу. Именно звезды определяют времена. Поэтому в древние времена, до того, как появился календарь и солнечные часы, люди всегда наблюдали за звездами, чтобы определить дальнейшие события. Звезды указывали на конкретные времена. Но опасность в том, что они начали поклоняться звездам. Люди стали поклоняться солнцу, луне. Как я уже говорил, на небесах было 12 созвездий, от Девы до Льва. Эти эмблемы указывают на знамения и времена, о которых Бог говорил в книге Бытия. Итак, вопрос в том, почему Бог позволил язычникам использовать солнечный календарь, а народу Израиля он дал календарь лунный. Он связал их времена не с солнцем, а именно с луной. Билл смог бы вам более подробно объяснить это. Но мы все понимаем, что луна — это отражение солнца. Солнце значимее, чем луна. Без света солнца луна не имела бы своего света. Бог говорит, «Израиль, я хочу, чтобы вы руководствовались луной». Это означает, что они должны зависеть от его света, чтобы им светить самим. Если его свет не будет светить на них, то вся земля Израиля покроется тьмой. То есть не случайно они использовали именно луну. Первая причина того, что они использовали лунный календарь — язычники использовали солнце и поклоняли солнцу. Бог не хотел такого искушения для своего народа. Поэтому он выбрал луну, а не солнце. Поклонение солнцу привело к прелюбодеянию. Вторая причина. Израиль был меньшим среди народов, так же, как луна меньшее светила. Этим Бог говорил им. «Вы меньший из народов, но я буду светить на вас, и вы осветите весь мир. Через мой свет, через Слово, Тору и отражение, я помогу вам осветить весь мир, пребывающий во тьме». Что происходит ночью во тьме? Светит луна? Далее третья причина. Луна проходит циклы. От нуля к четверти, половине и полной луне. И потом обратно весь путь до нуля. Точно так же, как проходят циклы луна, Бог позволил Израилю пройти циклы духовной и национальной истории. Вы пройдете через времена тьмы, потом вернетесь ко мне, и затем снова будете ходить во тьме. Бог знал, что они так поступят, и поэтому Он избрал луну их эмблемой. Четвертая причина. Луна имеет приблизительный цикл в 30 дней, который, внимание, представляет собой 30 поколений Израиля. Что я имею в виду, говоря, что это 30 поколений Израиля. Луна проходит цикл с нуля до полной луны почти за 15 дней. И потом цикл от полной луны до практически полной тьмы еще почти 15 дней. Все начинается с Авраама, отца Израиля. От Авраама до Соломона 15 поколений Израиля. Во времена Соломона был построен храм, это был пик расцвета нации, затем царем становится Раваам, и царство начинает терпеть упадок. Еще через 15 поколений Израиль пришел к полному отступничеству и духовной тьме к плену. Итак, Луна проходит цикл от нуля Авраама до полной луны Соломона. И от Соломона полная луна через 15 поколений к полной тьме. За 30 поколений они прошли от нуля к нулю, а посередине была полная луна. Это еще одна причина, почему Бог использует небесные светила. Солнце, луну и звезды. Согласно 21 главе Луки, чтобы показать нам знамение конца времен. Нам важно понимать эту концепцию. Также я хотел бы, чтобы вы поняли, что одна из первых заповедей Израиля, и мы поговорим об этом более подробно, Бог говорит об этом в книге Исход 12 главе. Месяц сей. Да будет у вас начало месяцев первым, да будет он у вас между месяцами года. Итак, поскольку Луна является эмблемой Израиля, это эмблема их календаря и циклов еврейских праздников, то, что такого важного в Луне, в том, как начинается лунный цикл и как он заканчивается. А я скажу вам, в чем важность. Еврейский месяц не начинался до тех пор, пока они не видели серебристый молодой месяц. В древние времена они называли его серебряный рукав Луны. Я скажу вам то, чего не знал на протяжении 40 лет моего служения. Мы называем его молодой месяц. Раввины же называли его. Этот серебряный рукав — серп Луны. Так он назывался во времена Иисуса. Серп Луны. Если вы посмотрите на Луну после того, как была кромешная тьма, и это сезон новолуния, то Луна выглядит на небе как серп. Если вы внимательно следите за моей мыслью, тогда вы должны ухватить ее. Это очень важно. Это имеет важное значение. Каждый год в небе появлялся серп. Согласно иудейской истории, согласно записи муравьинов, нужно было два свидетеля, которые могли сказать, каким был серп Луны. Они обращались к первосвященнику, третьему свидетелю, устами двух или трех свидетелей подтвердится всякое слово. Они заявили, «Мы видели перерождение Луны». Для того, чтобы описать появление Луны из полной тьмы, они использовали термин «перерождение». Луна проходила цикл обновления практически каждый месяц, цикл в почти 30 дней. Когда свидетели видели появление новой Луны, видели серп Луны в небе, они начинали праздновать новолуние и приносили в храм жертвоприношения в новолуние. Это был великий день. Они видели серп Луны и понимали, что начинается новый месяц. Они считали дни в соответствии с появлением серпа на небе. Проходил месяц, и появлялась новая Луна, снова появлялся серп в небе. Когда я это изучал, я вдруг кое-что понял. Послушайте внимательно. Пасха выпадает на 14-й день первого месяца. Праздник Кущи начинается в 15-й день. А теперь подумайте. Они праздновали свои праздники в те дни, когда Луна была какой? Когда она была полной. Так что же символизирует серп? Праздники ставят ударение нажатым, когда человек берет в руки серп и собирает первые плоды и приносит их Богу. Они собирали урожай вручную, а не с помощью машин, как мы сегодня. Они использовали большой и маленький серп, чтобы собирать урожай. Бог берет полную Луну в небе, превращает ее в полную тьму, когда ничего не видно. И вдруг вы видите в небе серп. Во-первых, это указывало на новое начало. Во-вторых, это указывало на начало нового месяца, и, в-третьих, он поместил в небе серп, чтобы напомнить вам о жатве. Не только о той жатве, которая приходилась на праздники, когда была полная Луна. Но я верю, что серп в небе это также знак для каждого верующего. Кто-то из погибающих должен прийти к Господу. Это начало нового месяца. Должна быть жатва душ. Кто-то должен получить спасение именно в этом месяце. Поэтому, когда Бог говорит, «Я поместил Луну как знамение в небе», и они празднуют новолуние, когда начинаются еврейские праздники. Но я хочу, чтобы в лунном цикле мы замечали серп Луны, и чтобы это служило напоминанием для нас, что у нас приблизительно 28 дней на то, чтобы пойти на Нивы и собрать жатву для Царства Божьего. И также Луна в небе проходит постоянные циклы, чтобы напомнить нам о том, что жатва продолжается. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит великая жатва. Воздайте Богу славу! Возведите очи ваши, посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Бог дал нам знамение на небе в виде луны, чтобы напоминать нам о том, что мы должны идти на побелевшие Нивы и собирать жатву душ. Все это зависит от нас. Мы жнецы. Мы собираем жатву. С удовольствием представляю вам мою новую пророческую программу на DVD «Древние символы и пророческие притчи о возвращении Христа». В древних катакомбах были найдены удивительные символы в первые три века нашей эры. Эти символы невозможно истолковать без тщательного понимания греко-римской культуры. В этой программе я покажу вам несколько удивительных истолкований тайны возвращения Христа. Также я подробно рассказываю о притчах Нового Завета, указывающих на возвращение Христа. Я объясню удивительные откровения в притче о талантах, а также откровения из притчи о десяти девах, о 153 рыбах. Мы поговорим о том, что скрыто для нас в истории о свадьбе в Кане Галилейской и в притче о нерадивом слоге. В этой программе я говорю о словах, на которые читающие Новый Завет часто даже не обращают внимания. Мы поговорим о трех важных духовных битвах, в которых Дети Божии будут принимать участие в последние дни. Также я добавлю к вашему заказу два уникальных аудиодиска, подрезая ваше семейное древо. Какое непотребство прицепилось к вашему семейному древу? Какие у него ненужные злые корни? Я расскажу вам, как изменить плохие гены в ДНК вашей семьи, используя духовные принципы и духовные законы из Слова Божьего. В своем учении я покажу вам, как связать духов и разорвать негативные циклы в своем роду. Приготовьтесь избавиться от того, что не дает вам приносить плод в вашей жизни и иметь успех. Новая DVD-программа вместе с аудиодисками станет вашей. При вашем пожертвовании от 30 долларов и выше. Звоните по телефону, указанному на экране, или сделайте заказ на нашем сайте paristone.org. Вы также можете написать нам по адресу на экране и указать номер заказа PAR-130. Это предложение действует ограниченный отрезок времени, поэтому звоните нам уже сегодня. Я уверен, этот ресурс вас очень сильно благословит. Не знаю, насколько вы это осознаете, но мы живем в поколении, которое совершенно не понимает Библию. Многие проповеди сводятся к забавным историям, чтобы люди могли чувствовать себя лучше. Иногда я вижу, как люди проповедуют вообще не ссылаясь на места Писания и не изучая Слово. Это трагедия. Это очень плохо для молодого поколения. Поверьте, новое поколение любит пророческое учение. Они просто хотели бы лучше его понимать. Раньше проповедники слишком все усложняли. Вы сможете понять притчи Иисуса, указывающие на Его возвращение и тайны Его пришествия, скрытые в этих притчах. А также вы узнаете тайну трех циклов жатвы и как это соотносится с приходом Господа и временем скорби. Когда вы закажете DVD, мы приложим к заказу два аудиодиска, подрезая ваше семейное дерево. Избавьтесь от мусора вашей фамильной ДНК. Избавьтесь от родовых, злых духов, плохих привычек и родовых проклятий. Мы живем во время, когда происходят самые разные события. Пока я жив, я хочу с Божьей помощью проповедовать Слово Божие во всей его полноте, проповедовать о спасении, об искуплении, о завете, о Духе Святом, об освящении, о приходе Господа, о судах, обо всем, о чем нам говорит Библия. Мы будем проповедовать об этом, чтобы народ Божий знал об этом. Я встречался за свою жизнь с огромным количеством людей, с кем-то в поездках, с кем-то на служениях, пробуждения или в ресторане, и мы получаем много отзывов о том, как вам помогла наша программа. Итак, нас ждет Кулфилдское пробуждение. Ник Уолкер организовывает служение в конференц-центре округа Беркли-Райли, также известное как оружейная палата. С пятницы по воскресенье. Я с нашей музыкальной группой прибуду туда в пятницу вечером. В субботу я буду проповедовать целый день. Также будет служение в воскресенье. Призываю всех жителей Западной Вирджинии приехать на это служение Пробуждения. Разумеется, вход бесплатный. Приезжайте всей семьей, приглашайте своих друзей и родных. Мы увидим великий духовный прорыв в прекрасном штате Западной Вирджинии. Бог восстанавливает нашу экономику с помощью тех, кто руководит страной в Вашингтоне. Но есть что-то более важное. Это духовная сила, освобождающая от духовного плена. И мы верим, что Бог пошлет нам Великое Пробуждение. Также очень рад тому, что многие люди по всему миру зашли на сайт ISO.org. Это онлайн-библейская школа слова. Они не только просмотрели информацию на сайте, но и подписались на курс обучения. Если вы хотите получить библейские знания высокого академического уровня, которые в то же время легкие для понимания, то у нас есть почти 900 индивидуальных курсов для вас. Адрес сайта ISO.org. Регистрируйтесь и становитесь студентом. Бог вас многому научит через эти курсы. В нашей онлайн-школе есть сертификаты пяти уровней. Мы верим, что наши курсы послужат для вас огромным вдохновением. Продолжение следует...